Ой, нормально. Мы их спилим. У меня такое это... Я вообще-то должен был быть в шортах или в трусах, но решил, что... Хорошо, что надел. А то кто б знал. Добрый день. Меня зовут Пророк Иван. И добро пожаловать на еженедельник Таролока с 7 по 13 октября 2024 года. Как ваши дела? У меня много чего происходило за последние недели. Спасибо за очень позитивные реакции на аффирмации. Надеюсь, вы понимаете, что часть из того, что выставляю, это такой своеобразный стёб над псевдо-аффирмациями, над псевдо... над чем-то псевдо-фейковым. Но, тем не менее, когда я записывал эти аффирмации и когда я их озвучивал, я расслаблялся и получал удовольствие. Надеюсь, я смог вам транслировать вот эту эмоцию, чтобы вы улыбнулись и чтобы вы расслабились и немножко разгрузили свой мозг от всего ненужного. Все аффирмации вы можете найти в плейлисте аффирмации. Впереди ещё две точно и посмотрим, что будет дальше, если формат зайдёт и будет приносить позитивные эмоции не только вам, но и мне. И не только мне, но и вам. то тогда мы продолжим этот формат и дальше. Что ж, давайте приступим к еженедельнику. Так, во-первых, формат для тех, кто не знает. Еженедельник – это больше интерактивная такая вещь, в которой вы сами выбираете себе карту, которая будет описывать и давать советы вам для вашей грядущей недели. перед вами будет раз, два, три, четыре карты. Каждая из них, какая-то из них будет вашей. Ваша задача выбрать первую, которая придёт вам на ум, карту или цифру. написать в комментариях эту цифру и затем под тайм-кодом перейти на нужный расклад. Если вы выбрали карту 2, переходите к карте 2, выбрали карту 3, переходите к карте 3, то же самое с карты 1 и карты 4. Ну что ж, сегодня мы катаем по колоде Ленорман. По орагулу Ленорман. Надеюсь, посторонние шумы вам не мешают. Ну что ж, приступим. Давайте посмотрим, что будет ожидать всех тех, кто включил еженедельник таролога с 7 по 13 октября 2024 года. Буду доставать по достану 4 карты и каждая карта будет описывать неделю для того, кто выбрал эту карту. Дорогие духи этой квартиры, вы там пасту будете готовить? Вау! Слишком вкусно звучит. Хорошо. Прошу прощения. Итак, вытаскиваем по одной карте. карта номер 1 для тех, кто выбирает карту номер 1. Карта номер 2. Карта номер 2. Карта номер 2. Карта номер 2. Что ж, наступает время для выбора карт. Карта номер один, карта номер два, карта номер три, карта номер четыре. Делайте свой выбор. У вас есть еще немного времени, и после этого переходите по тайм-кодам на нужную вам карту. Пять, четыре, три, два, один. Что ж, начнем. Карта номер один. Общество иллюзий. Вообще, по этой карте, когда она выходит, часто мы как будто витаем в облаках. Мы не знаем полной картины событий, полной картины наших действий. На этой неделе постарайтесь немножко более четко, структурированно подходить к вопросам. Вам могут сказать одну информацию, но на самом деле это не так. Вас могут обманывать люди, общество. Опять же, не читайте желтые прессы, сейчас что только там не пишут. Доверяйте проверенным фактам. Если вы такой же человек, как я, прочитайте десять тысяч статей, чтобы сделать свой собственный вывод и до какой-то истины отойти самостоятельно. Общество также говорит, эта карта нам говорит больше про состояние, когда либо мы окружаем себя людьми, стараемся как-то изолироваться, уйти от своих вопросов, от своих проблем. Куда-то спрятаться в окружении, как-то переключиться со своих вопросов, со своих проблем на проблемы и вопросы других людей. Постарайтесь на этой неделе все-таки взяться за свою жизнь. Все-таки коридор затмений закрылся. Но это не значит, что мы не должны продолжать выстраивать свои планы и акцентировать внимание на себе. Также, возможно, какие-то общества, оккультные, не знаю, не оккультные, вообще социальный круг, может вас отвлекать от какой-то важной задачи. Вы можете забываться, напиваться, еще что-то. Старайтесь все-таки получить в первую очередь пользу на этой неделе для себя. Если вы чувствуете, что вам не хватает сил для социализации, для того, чтобы потратить силы, становитесь перед выбором провести время в компании кого-то или провести время как-то для себя. То, что вы планировали там 10 недель. Подумайте, что для вас будет пристепенно важно. Также, возможно, вам стоит куда-то проехаться на каком-нибудь озеру. Там с ручейками, еще с чем-нибудь повеселиться. Что ж, такая вот необычная неделя. Немножко все как в тумане, но все же все будет ясно. Отличная неделя вам. Давайте дальше. Карта номер 2. Сейчас все тут перемешается. Удача. Так, на этой неделе как минимум лотерейный билетик в ручки. А так, в принципе, карта Клефер, это карта, говорящая нам о том, что у нас на этой неделе все события будут складываться точно так, как нам необходимо и как нам нужно. Это такой очень интересный экспириенс. Потому что вот вы только подумали о какой-то вещи, и она вам, и вы, может, забыли о ней даже. Но она происходит каким-то волшебным способом. Карта удача нам говорит также о том, что на этой неделе среди трехлистных Клеферов вы найдете тот самый четырехлистный. Это образно я вам говорю. Если у вас появляется какая-то задумка, какая-то идея на миллион, не забудьте просто взять ее и транслировать, и говорить, проговаривать людям. Потому что на этой неделе идеально начинать воплощать ваши планы, начинать воплощать ваши мечты, идеи, то, что вам приходит на ум. Старайтесь это уже реализовывать. Потому что все сложится самым удачным способом. Я думаю, что мне даже нечего больше добавить. Терзайте, берите удачу и кота за яйцам. Вот. Что ж, карта номер три. Карта детства. Карта начала пути. Это такой момент, когда мы должны немного раздать свободу своему внутреннему ребенку. Это для тех, кто уже такой же немолодой, как и я. Ну, я не такой старый. Ну, ладно. Это карта начала пути. Вы начинаете что-то. И это супер. Старайтесь все ваши задумки дать им первые шаги. Сто процентов. Плюс к этому же, возможно, проработка ваших внутренних детских травм на этой неделе будет увеличена. Как бы прогрессировать. Вы сами заметите, что такой, как будто вы даете свободу тем мыслям, которые каким-то образом не решились давно. Вспомните о своих детских мечтах. Вспомните о том, о чем мечтают большинство детей. Хотели вы купить, там, не знаю, пончик, условно, танкин-донатс. Заходите, купите, съешьте. Маленький такой, маленькая радость для большого ребенка. Также на этой неделе идеально проводить время с детьми. Это могут быть ваши дети. Это могут быть ваши племянники. Дети ваших друзей. Возможно, что как-то это будет... Какой-то акцент будет поставлен на детях на этой неделе. Вот. Но в основном все-таки это история про то, что... Как мы работаем со своими детскими хотелками. Идеальная неделя, кстати, о том, чтобы задуматься о беременности. Подумайте. Дети. Дети. Вот. Но будем аккуратны. Дети — это хорошо. Но взрослеть тоже нужно. Не забывайте об этом. Возможно, кто-то из вас застрял в детстве. Беремся за голову взрослеем. Но для этого нужно сначала понять причины, почему вас что-то вот так вот немножко вашу инфантильность держит. Это для тех, кто застрял. Для тех, кто, наоборот, чувствует, что он не дает прохода своим детским мечтам, хотелкам. Поэтому мы развиваемся в этом направлении. Что ж, такой немножко интересный моментик. Давайте дальше. И мы переходим к карте номер 4. Ключ. На этой неделе станет явным то, что было скрыто. Вы откройте те двери, которые были заперты. Если вы думали, что перед вами стоит какой-то человек или какой-то проект, который не пробьете, вы не сможете пройти дальше. Поверьте, на этой неделе найдется ключ к нужной двери. Двери, чтобы все это решить. Вы не переживайте, самое главное. Даже если это десятая попытка открыть эту дверь, либо кто-то вам принесет этот ключ, либо вы сами найдете где-то на дне вашей сумки. Такие дела. Это момент, когда у нас появляются возможности открывать те двери не только перед собой, но и перед другими людьми. Помогать кому-то, достигать их целей. Возможно, к вам придут за помощью, чтобы вы как бы помогли кому-то. Но не стесняйтесь помогать. Это вам отзовется. И плюсик в карму, плюс вайп. Вот. Плюс реп. Такие дела. Ключ. Старайтесь не забывать ключи от дверей, от дома. Потому что, что можно сказать? Вы можете их забывать. И как вы прокрадетесь в вашу квартиру? Неизвестно. Вот. Только если духи вам как-то вынесут ключ или откроют двери сами. Спуги сезон is starting. Давайте. Терзаем. В общем, открываем ключик. Я не знаю, это ключ зажигания двигателя от вашей машины. Мечты. Это ключ от вашей новой квартиры. Возможен переезд. Кстати. Возможен переезд. Либо отдать кому-то ключ, либо взять новый. Это может быть разные. Разные формы переезда. Такие дела. Либо кто-то поделится с вами запасным ключом. Это из таких, из бытовых штук. В основном, это то, что вы должны не упускать ключи, которые приведут вас к каким-то ответам. Как-то, возможно, раскроются тайны вашей жизни, которые были скрыты за семью печатями. Возможно, вы детектив или сталкер или еще кто-то, и вам захочется узнать какие-то секретики. Стараемся все раскрывать, докапываться до тайн. Для научных сотрудников идеальная прям карта, чтобы найти нужную книгу, нужную статью. чтобы узнать реальный ответ. Итак, прокашлялись. Что я вам скажу? Увлекательный был этот аттракцион. Надеюсь, вы зарядились. На эту неделю получили нужные вам советы, подсказки. Нужна подсказка, женщина. Нужна заряжаемся, вдохновляемся, получаем силу и энергию. Для вас я напоминаю, первая карта была общество иллюзии, вторая карта клевер, удача, третья карта детство, начало пути, и четвертая карта ключ, удача и достижение целей. А я вас крепко люблю. Всех обнимаю. Йоу, писс. Камон. Как тяжело. Ах. Камон. Продолжение следует...